Как только вы видите, что пытаются легитимизировать, оправдать, обелить предыдущего какого-то тирана, знайте точно, это развязывают руки следующему тирану. Здравствуйте, я Евгений Ройзман. Настало время об этом поговорить. Все обсуждают то, что в юридической академии повесили доску, памятную доску Сталина. Я считаю, что какая-то граница у людей быть должна. Понятно, что бывают случаи, когда могут общаться с убийцами, могут общаться с предателями, но ни один нормальный человек никогда не станет общаться с педофилами, с наркоторговцами и людоедами. Для меня Сталин это классический людоед. Вот здесь и должна проходить граница для любого думающего нормального русского человека. Да и не только просто для любого человека. Как-то ко мне пришли румяные такие бодрые комсомольцы и говорят, Евгений Вадимович, надо памятник Сталину поставить. Я говорю, ну хорошо, если ставить памятник, то он должен стоять, чтобы у него в одной руке был топор, а в другой руке была удавка, чтобы это действительно настоящий памятник. Но они не понимают, о чем речь. Я говорю, хорошо, парни, давайте я вам попытаюсь коротко объяснить. Вот смотрите, за годы Великой Отечественной войны из тех, кто призывался в армию из Свердловска, непосредственно на поле боя погибли 21 397 человек. А за 1937 и 1938 год, здесь на 12-м километре, были расстреляны только тех, кто документально установлен и реабилитирован 20 816. За два года. Причем там неполные два года были. Там началось, указ был этот в августе, знаменитый, в 1938-м как-то волна приостановилась. Но вот за два неполных года 20 816 человек. Цифры сопоставимые. Они мне говорят, ну и что там, может быть, еще и виноватые были. Я вам говорю, вы не слышали, реабилитированы. Сложно разговаривать, не понимают. Я говорю, парни, давайте я еще один аргумент приведу. В 1937-38 году, если брать полные годы, 1937-38 год, страна расстреливала по тысяче своих граждан ежедневно. В течение двух лет каждый день тысячу человек. А они смотрят на меня, говорят, и что? И вдруг до меня дошло, что просто снизился уровень полемики. Ну еще один коротенький пример приведу, просто короткий. За годы коллективизации исчезло 5,7 миллионов. 5,7 миллионов крестьянских хозяйств. Это 25 миллионов человек. Непосредственно высланы были порядка 4 миллионов. Ну из них погибло порядка миллиона. Просто погибло от голода, болезней. Вот сколько-то бежали, судьбы неизвестны. А голод, вызванный коллективизацией, унес по разным оценкам от 6 до 7 миллионов человек. Это 1932-1933 годы. От 6 до 7 миллионов человек. Это были в абсолютном большинстве мужики, русские крестьяне. Те, на ком держалась наша страна. Это невероятный демографический удар. Это полностью разрушена, убита русская деревня. Об этом можно долго говорить. Вообще это какая-то просто фабрика сирот. У меня в деревне, в моей Миронова, моя деревня называлась колхоз имени АГПУ. Один только случай. Бригада плотников, причем плотники хорошие, мужики настоящие, построили коровник. А потом был ураган и у коровника сорвало крышу. Их посадили пятерых человек. Не вышел ни один из них. У них было 20 детей. В один день 20 детей остались сиротами. Выжили тоже не все. А рядом, на севере, закрыли председателя колхоза, причем председателя колхоза, которого все уважали. 11 человек детей остались сиротами. Это просто какая-то фабрика сирота. В масштабах страны это страшно подумать. Но я хотел сказать другое. Под Суксуном я как-то возвращался из экспедиции. Возле Суксуна есть село Дикое озеро. И в Диком озере был председатель колхоза один. Он воевал еще в Гражданскую. Такой мужик, которого все уважали. И вот в 1937 году к нему приехала комиссия из района. Приехала в сельсовете. Начали с ним разговаривать. И говорят, значит, ты должен написать список. Там первая, вторая категория. Значит, кто у тебя троцкисты, кто саботажники, кто контрреволюционеры. То есть прямо по списку пройдем. А мужик посмотрел на них и говорит, у меня таких нет. Они говорят, да ладно, что ты везде есть, а у тебя нету. Он говорит, нету у меня таких. Вот не таких, не таких, не таких. У меня нету. Они говорят, ты что, дурак что ли? Он говорит, знаете что? А если вам надо кого-то забрать, меня заберите. Они ему говорят, ты что, дурак что ли? Не понимаешь? Он говорит, не понимаю. Они ругались на него, ругались. Потом плюнули и уехали. Ну что с дураком разговаривать? Так вот, в Диком озере не забрали никого. В Суксуне забрали, в Советинском забрали, в Нижнеиргинске забрали, везде в округе забирали, а вот там никого не забрали, потому что просто уперся председатель колхоза. Может быть это чудо, но вот оно выглядело именно так. Вот, и самое важное, что я вам хочу сказать. Как только вы видите, что пытаются легитимизировать, оправдать, обелить предыдущего какого-то тирана, знайте точно, это развязывают руки следующему тирану. И то, что сейчас государство начинает вытаскивать этого людоеда и упыря из преисподней, совершенно непонятно, как они его потом будут обратно туда заталкивать. Поднялся большой шум, скандал по поводу фильма «Смерть Сталина». Отобрали у фильма прокатное удостоверение, были скрытые показы, обсуждения, кинотеатр «Пионер» все-таки молодцы, хотя бы сутки продержались. Что я вам хочу сказать. Невозможно с фильмом оскорбить страну. Ну невозможно. Кроме всего прочего, фильмом по смерти Сталина невозможно оскорбить те 7 миллионов крестьян, которые просто погибли от голода. Который лично Сталин виновник. Невозможно оскорбить еще 2 миллиона крестьян, которые погибли от голода 46-47 года. Еще один важный момент. Про диктаторов. Время от времени снимают такие фильмы. Один из самых крутых фильмов, это конечно с Чарли Чаплиным. Великий диктатор. Я понимаю, почему Чарли Чаплин стал личным врагом Гитлера. Но немцы же не обижаются на этот фильм. Ну а что обижаться? Во-первых, это все правда. А что касается смерти Сталина, собственно смерти Сталина, то эта история достаточно курьезная. Сталин умудрился создать такую систему, что его сторонники, сначала его охрана в течение суток, они разошлись где-то часов в 5, около 6 утра. Долгое застолье. Сталин до конца жизни не отказывал в себе. В богатых застольях, с выпивкой, с хорошим мясом, с хорошей едой. Он не отказывал себе в этих застольях тогда, когда крестьяне трупы на кладбищах откапывали и съедали. Когда людоедство процветало, когда детей маленьких ели, чтобы старших накормить. Он и тогда не отказывал себе ни в чем. И когда вам кто-то будет рассказывать сказки, что Сталин был скромный в быту, что у него ничего не осталось, не слушайте. Это прямая ложь. Он всю жизнь себе ни в чем не отказывал. У Сталина охраны и личной обслуги было более 400 человек. В 1951 году один охранник обходился в 5300 рублей в месяц. Тогда, когда средняя зарплата рабочих служащих по стране была 660 рублей. А денежные доходы колхозника в это время были меньше 90. Над диктаторами можно смеяться и нужно смеяться. И нет разницы, где сделан этот фильм. Нельзя бояться сатиры. Нельзя бояться правды. И надо уметь говорить правду себе о своем прошлом. Кстати, кому будет интересно, за последние годы, вот за последние годы, это я говорю как историк, пожалуй, самый серьезный труд о Сталине, это книга Олега Витальевича Хлевнюка, очень серьезного историка. Она выверенная, спокойная, она построена на документах и очень много информации для любого исследователя. Наткнулся на скандал, ну там в таких пропатриотических блогах развернулась дискуссия о Солженицыне. Показывают, такая женщина суровая стоит и у нее плакат. Сегодня он читает Солженицына, а завтра он делает доклады. Где там в Бундестаге, вот, и там море лайков, там обсуждается. Короче, вот что я хочу сказать. Солженицын на самом деле это великий русский писатель. И Нобелевская премия его совершенно заслужена. И архипелаг ГУЛАГ это монументальная вещь, которая не денется, никуда никогда не денется. Это книга, которая рассказала миру правду о том, что происходило. А что касается самого Солженицына. Кроме того, что он великий русский писатель, Нобелевский лауреат, он фронтовик, воевавший, орденоносец. И хотя бы здесь можно было бы проявить какое-то уважение. И еще один момент. Видел такие же нападки наглые на Елену Боннер. Это вдова Академика Сахарова. Елена Боннер пошла на фронт в 18 лет. Пала на Волховской фронт. Это мясорубка. Она вытаскивала раненых из-под огня. Ее саму накрыло. Она тяжело ранена была. Лечилась в Вологде. Потом вернулась в санитарный эшелон. И была на фронте до конца войны. И поэтому, когда какие-то нынешние патриоты, обмотанные георгиевскими ленточками, начинают что-то говорить нам про Солженицына и про Елену Боннер. Ну, вот это, да, вот это действительно оскорбление памяти. Ну, и кощунство. Что касается Солженицына. Я считаю, что одна из лучших книг о русском человеке, просто гимн русскому человеку во всей русской литературе, конечно, это вот эта вот небольшая вещь Солженицына. Один день, Иван Денисович. И вот кто молодые смотрят, не поленитесь, скачайте, посмотрите. И я считаю, что это, ну, одно из лучших из того, что было вообще написано о русском человеке.